Привет, это Максим Ильяхов. Сейчас мы отредактируем вот этот вот текст от компании Freedom Finance. Они отправили по своим клиентам, судя по всему, рассылку, которая касается индивидуальных инвестиционных счетов. Вот что было, и вот здесь сейчас мы будем постепенно это редактировать. Сразу скажу, что тут будет несколько слоев редактуры. Одно будет редактура на уровне слов, а дальше мы поговорим уже про смысл, про структуру самого письма. Ну, давайте начнем с самого начала. Сначала клиента с заглавной буквы писать совершенно не нужно, потому что, ну, во-первых, это неграмотно с точки зрения правил русского языка, а во-вторых, это письмо лично мне, и вы знаете меня по имени, поэтому Максим Олегович. Если хотите, можно сказать, уважаемый Максим Олегович, если очень прямо уважительно, но не обязательно. Дальше, письмо и так сообщает, поэтому сообщаем вам не нужно. При желании реализовать возможность получения льготы, если вы хотите, желание реализовать возможность, если вы хотите получить льготу на долгосрочное владение ценными бумагами, запятая, необходимо подать, необходимо это лишняя модальность здесь, просто подайте. Запрос в свободной форме. Сейчас мы просто редактируем слова, то есть вот мы не смотрим на смысл, просто делаем текст более читаемым, не оглядываясь на то, что тут сказано. На предоставление льготы через запросы. Вот это вот очень сложно. Тут нужно поставить точку и сказать, что... Тут имеется в виду, что есть раздел в кабинете клиента запроса и пожелания. Собственно, мы вот так запросы и пожелания в кабинете клиента. Опять начинается абзац, обращаем ваше внимание. Так как вы это мне написали, значит, вы и так обращаете на это внимание, поэтому не нужно. Просто при закрытии счета ИС и желании реализовать возможность получения льготы, опять, и если вы хотите получить льготу типа БЭПУ ИС, полное освобождение, тут нужна запятая, вам необходимо предоставить, опять же, предоставьте справку из налоговой, подтверждающую, что ранее вы ранее не получали. Мы сокращаем здесь страдательный залог. И у вас нет еще, ну, давайте скажем, других открытых счетов ИС. Дальше тут целое предложение в скобках. Его можно, скобок, вынести. Не данную справку, а просто справку. Можно получить онлайн в кабинете ФНС налоговой. Прикрепить справку и оставить запрос можно в кабинете клиента через функцию запросы и пожелания. Чтобы прикрепить справку и оставить запрос, прикрепите справку и оставьте запрос в разделе запросы и пожелания в кабинете клиента. Мы сделали первый уровень редактуры, просто слегка почистили уже существующий текст. Дальше. Давайте разберемся со вторым абзацом. Здесь сейчас очень много проблем. Первая проблема. Очевидно, что вот это предложение очень длинное. Нужно его разбить на несколько смысловых блоков, которые здесь существуют. Какие здесь блоки? Первое, что вы также имеете право на льготу типа B. Полное освобождение от НДФЛ. От торговых операций. Эту льготу вы получаете или вам предоставляется. Эта льгота предоставляется при закрытии счета ЕС. Чтобы ее получить, и дальше предоставьте справку из налоговой. Ну и дальше вот то же самое здесь. Видите, немного раз. Вы также имеете право на льготу. Эта льгота предоставляется. Чтобы получить, предоставьте справку. Или на самом деле пока что рано говорить «предоставьте», вам потребуется справка из налоговой, подтверждающая, что ранее справку можно получить, прикрепить. Значит, все, тут более-менее мы уже отредактировали. Проблема в чем? Что я не понимаю из этого письма о чем оно, кого оно касается и самое главное, зачем мне уделять этому внимание. То есть нам в первую очередь нужно создать в начале письма что-то, что заставит читателя внимательно его прочитать. У вас открыт индивидуальный инвестиционный счет в компании. Это значит, что вы имеете право на льготы, какие вычеты в 2020 году. В этом письме как их получить? Все, мы добавили первый абзац, который объясняет, зачем это письмо читать. Без этой части абсолютно не очевидно, почему это меня вообще касается. Окей. Дальше у нас, видимо, две льготы имеются в виду. Вот это и вот это. Нужно обозначить, что у вас есть два варианта льгот. Вам, вы имеете право, две льготы или на два варианта льгот. И здесь дальше мы рассказываем, какие льготы имелись в виду. Вот это вот я что-то не узнаю, что это за льгота имелось в виду. В совете, к которому я делаю этот видеоролик, я написал, ссылка будет в описании видеоролика, я написал, что это просто вариант вычета по типу А и вычет по типу Б. Ну, если льгота по типу Б. Но здесь, судя по всему, имеется в виду какая-то другая льгота. Я о ней не знаю, поэтому умничать не буду. В любом случае, в первом, получается, во втором абзаце мы рассказываем, какие льготы я имею возможность получить. И дальше я бы добавил подзаголовок, как получить льготу такую-то. И дальше, чтобы получить льготу, подайте запрос в свободной форме. Тут можно это уже убрать. Для этого зайдите в раздел. И вот теперь, смотрите, мы хотим человеку сказать, если ты хочешь получить эту льготу, тебе нужно сделать определенное действие. Мы должны прямо в письме, это же электронное письмо, дать ссылку или кнопку «Подать заявление». Вот, вот так должен выглядеть этот раздел. Заголовок, какой-то сопроводительный текст и главная действующая кнопка. Теперь, второй вариант, как получить льготу вторую. Ну, давайте там типа Б. Так как мы вот здесь наверху рассказали про вторую льготу, вот здесь объяснять, что это за льгота, уже не нужно. Вам потребуется справка из налоговой. Давайте так. Вот здесь делаем вообще вот так. Еще больше сократим, потому что в заголовке, смотрите, что мы сделали. В заголовке уже было, как получить такую-то льготу. Сразу сократим. Вот так. Подайте запрос в свободной форме. Для этого зайдите туда. А теперь вот здесь, как получить льготу типа Б, мы говорим «Получите справку». Первая, да, на сайте налог.ру. Ну, или можно получить справку ФНС, подтверждающую. Можно сказать, которая подтвердит или которая подтверждает, но в данном случае так тоже нормально. Что вы ранее не получали вычет типа, и у вас нет других открытых счетов. И эту справку можно получить в онлайн-кабинете. Это, соответственно, идет сюда. И тогда две кнопки, которые нам нужны. Получить справку. И, например, вторая будет ссылка «Подать заявление». То есть, вот это будет кнопка, которая ведет на сайт налог.ру. А это будет подать заявление. И теперь, смотрите, если мы предполагаем, что для человека это должна быть некая инструкция, нам нужно рассказать человеку, как этим всем пользоваться. То есть, как-то его пригласить на какую-то материал. «Подробнее о том, как получить справку читайте в разделе «Помощь» в виде ссылки». Все. Довольно нормальное, приличное письмо. Главное, что мы... То есть, да, оно стало намного больше, но оно стало намного понятнее. Вот здесь мы мотивируем читателя реально получить... Ну, прочитать это письмо. Дальше мы ему все внимательно объясняем, какие у нас есть льготы, на что он имеет право. И дальше рассказываем оба варианта с кнопкой. Второй вариант с кнопкой. Вот такие дела.